Приветствую на канале Arduino Technology. Сегодня я расскажу как собрать вот такие часы. Часы отображают температуру в помещении, также время и дату. Для часов можно настроить цветовую схему отображения. Настраивается достаточно большое количество оттенков. Также мы можем настроить яркость. 9 режимов яркости часов. Также мы можем настроить текущую дату и время. Для этого нажимаем на клавишу и изменяем настройки времени, даты и текущий год. Как напечатать и собрать схему, запрограммировать, смотрите дальше видео. Небольшое сравнение часов. Вот эти часы я собирал чуть больше года назад. Печатал из пластика PLA. Пластик достаточно хрупкий и при воздействии солнечного света начинает разрушаться. Вот, видимо, уже начинает отрескаться, решетка уже потрескалась. Соответственно, в этом году я уже писал из PLA G. Также минусы предыдущих часов то, что матрица намного меньше. Тут всего лишь 5 на 16, тут 6 на 18. И, соответственно, в предыдущем варианте не влазило у нас значение. Нельзя было выводить в формате 24 часа дату, то есть время. А в новых часах уже можно выводить в формате 24 часа. И достаточно все комфортно отображается. Соответственно, эти работали, выводили до 12, эти выводят уже до 23 часов. И, соответственно, матрица стала побольше. В остальном изменении большинства изменился немного дизайн. Как видим, здесь не очень-то красиво. Смотрим, что у нас получается тут. У новых часов уже все более аккуратно. Фальс-панели, закрыта коробочка. Все достаточно более симпатично. Кроме внешних изменений и вывода от верблада до 24 часов. И добавил еще вывод на новую серию температуры. Температура считывается с датчика, который на модуле реального времени установлен. И, соответственно, качество не сильно точное. Но, в принципе, для понимания, какая температура, плюс-минус 1 градус, это не так и важно. В последнее время стали мне в комментариях частенько писать, что необходимо бы продолжить уроки по дисплею Nextin. Если вам интересны уроки по данной теме, пишите в комментариях Nextin, либо Display, и я пойму. Если будет достаточно большое количество комментариев, продолжу снимать небольшие уроки по данному дисплею. Все детали покрашены и готовы к сборке. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В итоге получается вот такая отматрица. Сейчас нам необходимо заготовленные заранее провода нарезать нужной длины и припаять перемычки. Нарезаем провода, защищаем с обоих сторон, чтобы припаять к нашей ленте. К сожалению, данный черный шлейф оказался одножильный. Несколько уже распустил серого цвета, они все многожильные. Но этот одножильный. Ну, буду пробовать смотреть, как будут работать часы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Закрушаем код для примера и проверяем. Подает любой пример для работы с адресными лентами. Например, я загрузил скетч от новой гирлянды, который я делал недавно. Ссылка на видео будет в описании. Как видим, у нас все отрабатывает. Продолжаем сборку. Дальше нам необходимо установить вот такие вот решетки. Здесь есть специальные пазы и здесь есть ответные части, которые устанавливаются по данным пазам. Все достаточно хорошо защелкивается. И тут плюс есть защелки. Устанавливаем. Все, прижимаем. Защелкивается. Ставим вторую. Все, наша решетка собрана. Я решил накрыть собранные светодиоды с решетками, пластиком, который отражатель для часов. И вот какие эффекты красивые получаются. На данной основе можно сделать какой-нибудь красивый светильник. Мне прям аж очень сильно нравится то, что получается. Но это как бы побочный результат. Возможно, в дальнейшем сделаю вот такой проект. Так что идей очень много для различных проектов. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, писать комментарии. Проектов будет очень много. Так что не забываем поддерживать канал. Чтобы соединить вот эти две верхние части лицевые, здесь такие в комплекте печатаются крепежи. Ставятся с одной стороны и с другой стороны. Они просто защелкиваются и две детали у нас достаточно крепко крепятся. Все. Перез сборкой вырезаем пластик. Это будет наш рассеиватель. Устанавливаем его вовнутрь. И теперь можно установить нашу решетку со светодиодами. Устанавливаем ее. Сразу поправим провод, чтобы он нам мешался. И все устанавливается по отверстиям. Продолжение следует. собрался на макетной палате чтобы протестировать чтобы не было проблем с электроникой с прошивкой как видим все отрабатывает яркость настраивается все режимы настройки времени и даты отрабатывает отлично настройка цвета тоже работает отлично сейчас буду все устанавливать в корпус и за снова возьму arduino pro mini это игры который нам понадобится для для часов давайте рассмотрим код здесь ничего сложного нет но необходимо установить две библиотеки и библиотека и fastlet есть небольшие нюансы и так для этого заходим в скетч подключение библиотек управление библиотеками после загрузится индекс вбиваем в строку поиска название нашей библиотеки и нажимаем enter поиск как видим вот у меня установлена библиотека для модуля реального времени выбираем самую последнюю версию и устанавливаем но у меня была установлена не самая последняя версия ставил давно поэтому версия немножко старовата но ничего страшного можно поставить сам последним и проблема небольшая библиотека fastlet в поиске вбиваем название и ищем как видим у меня установлена версия 3.3.2 если поставить версию 3.3.3 или 3.4 то у вас выдаст ошибку необходимо ставить версию не новее 3.3.2 ну можно поставить как раз эту если у вас вдруг выводят ошибку заходим выбираем версию у меня 3.3.2 невозможно но выбираем например 3.3.1 и нажимаем установить после чего у вас версия библиотеки обновится и можно приступать к загрузке в мир контроллер а также приступим что здесь нужно знать ну здесь пины подключения соответственно и максимальная яркость и пины подключения кнопок 4 3 и нам подключены кнопки а к шестому подключен подключена наша лента вот в принципе и все так схема подключения схема подключения вот такая вот для про мини как раз использовал в часах про мини подключаем по данной схеме зигзагом ленты спаиваем и начинаем слева нижнего угла и кверху зигзагом иначе у вас будут либо перевернутые значения либо будет выводить непонятные символы как загрузить прошивку в про мини есть такая статья с помощью usb и уарт конвертера pl2303 можно без проблем загрузить есть у меня схема подключения как это все происходит загрузка что выбирать и как загружать все рассказываем в данной статье для примера на макетной плате собиралась все подключил к arduino nano и если вы будете использовать ардуино nano вот схема подключения все аналогично с про мини вот еще один пример сейчас с помощью приложения настраиваю яркость часов ну соответственно просто матрицу проверяю приложение от гирлянды как раз меняю верхнюю строчку я официально прошивка чтобы верхнюю строчку можно было изменять и также меняем режимы понравилось видео не забудь написать свой комментарий поставить лайк рассказать друзьям подписаться на канал и всем пока пока до встречи следующем видео